Всем салам алейкум и доброго времени суток! В эфире тридцать второй выпуск проекта «Угол зрения» и я его ведущий Магомед Тагир Муртозалиев. Проект этот посвящен самым волнующим темам нашего времени и цель его предложить вам посмотреть на ситуацию с самых разных точек зрения. Ведь иногда достаточно просто поменять угол обзора для того, чтобы увидеть вещи такими, какими мы их еще никогда не видели. И в сегодняшнем выпуске мы решили поговорить о таком явлении, как местное самоуправление. Ну а прежде чем начнем выпуск, хочу поблагодарить информационную поддержку наш телеканал РГВК «Дагестан», а также еженедельник «Свободная Республика». Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь в целях повышения роли и значений института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Было решено установить даты праздника День 21 апреля. День издания по старому стилю в 1785 году, жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. Грамота положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Местное самоуправление является одной из форм прямого и представительного осуществления власти народом. Порою мне кажется, что большинство наших граждан и понятия не имеют, каковы их возможности в управлении той или иной территории, в которой они проживают. Если государственная власть управляет населением сверху, то в муниципальных образованиях население самоуправляет своими делами, само решает вопросы местного характера. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выбранные и другие органы местного самоуправления. В круг вопросов местного значения входят те, что затрагивают проблемы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Иными словами, круг дел, решение которых способствует установлению на территории данного муниципального образования условий для нормальной жизни жителей. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день – незапланированное отключение горячей и холодной воды, незакрытый люк перед подъездом дома, отсутствие детской площадки, трещина в стене дома, горы мусора на улице – все эти и многие другие каждодневные вопросы решаются на уровне местного самоуправления. Обычно перечень вопросов местного значения приводится в уставе муниципального образования. Полномочия местного самоуправления включают вопросы, неотнесенные к компетенции государственных органов. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Это означает, что по предметам своего ведения органы местного самоуправления уполномочены принимать решения самостоятельно, без оглядки на губернатора, главы субъекта Российской Федерации. Другими словами, местные советы являлись лишь агентами вышестоящих органов государственной власти и были лишены сколько-нибудь ощутимой самостоятельности в решении вопросов местного значения. Положение усугубилось тем, что на деле воля советов поднялась решениями аппарата КПСС. Интерес к идее местного самоуправления появился в конце 80-х, начале 90-х годов, что было связано с демократизацией советского общества и с начавшимся процессом децентрализации управления государством. Необходимо заметить, что переход от единой системы советов к системе органов местного самоуправления был постепенным и на практике еще не завершился. Местное самоуправление – это форма власти, при которой население, само без вмешательства государства решает вопросы местного значения. Местное самоуправление – это один из основных институтов гражданского общества, поскольку многие важные вопросы в гражданском обществе, в сфере неподконтрольной государству, решаются населением на местах, в городских сельских поселениях, в деревнях, хуторах, там, где эти вопросы непосредственно доступны людям. Например, так решаются вопросы хозяйства, местной политики, благоустройства, социальной защиты, общественного порядка и многого чего другого, здравоохранения и того же. Процесс решения населения местных вопросов называется местным самоуправлением. Это одна из основ конституционного строя Российской Федерации – развитие местного самоуправления. Вопросы, относящиеся к введению местного самоуправления, содержания и использования муниципального жилищного фонда и нежилого фонда. Организация и содержание детских садов, средних школ и профессионально-технических училищ. Организация и содержание больниц и поликлиник и обеспечение санитарного благополучия населения. Охрана общественного порядка. Организация и содержание муниципальных сетей коммунальных услуг. Муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования и другие вопросы. Их всего 30. Муниципальное образование обладает собственностью. Важнейшие объекты его собственности – земли, жилой фонд. Прежде всего в городах – это неприватизированные жильцами дома и квартиры. А также помещения муниципальных учреждений образования, здравоохранения, предприятия культуры, торговли, бытового обслуживания и местной промышленности. Современное демократическое государство немыслимо без совершенствования системы местного самоуправления, так как оно составляет одну из основ демократического строя, является главным институтом гражданского общества, поскольку местное самоуправление создает необходимые условия для приближения власти к населению, формирует гибкую систему управления, хорошо приспособленную к региональным условиям и особенностям. Демократический процесс преобразования российского общества поставил перед государством множество сложных задач, среди которых занимает особое место и создание эффективной системы местного самоуправления, как неотъемлемого института народовластия в Российской Федерации. Надо сказать, что управление местными делами у нас существовало всегда. Однако местное самоуправление в нашей стране появилось лишь в конце 80-х, в начале 90-х годов. После Октябрьской революции 1917 года, вопреки тезису Карла Маркса о периоде социалистического государства, как об обратном поглощении государственной власти обществом, зачатки местного самоуправления, существовавшие в Царской России, были полностью уничтожены. Вместо этого на местах были организованы местные советы и их исполнительные комитеты, которые являлись частью единой централизованной системы органов государственной власти, построенной по принципу демократического централизма, что на практике вылилось в концентрацию государственной власти в высших эшеломных системах государственных органов. Конечно, чаще всего местное самоуправление осуществляется органами местного самоуправления. Они очень похожи на органы государственной власти. Чиновник местной администрации мало чем отличается от чиновника государственного. Тем не менее, согласно Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Напрямую неподотчетны им. Конечно, они выполняют множество указаний государственных органов. Так же, как все граждане по отдельности выполняют указания государства. Например, ездят, соблюдая правила дорожного движения. Так же и служащие органов местного самоуправления, конечно, прислушиваются к тому, что говорят им государственные служащие, стоящие выше по уровню власти. Но, тем не менее, в вопросах своего ведения местное самоуправление самостоятельно. Это право защищается Конституцией. Другими словами, местные советы являлись лишь агентами вышестоящих органов государственной власти и были лишены сколько-нибудь ощутимой самостоятельности в решении вопросов местного значения. Положение усугубилось тем, что на деле воля советов поднялась решениями аппарата КПСС. Интерес к идее местного самоуправления появился в конце 80-х – начале 90-х годов, что было связано с демократизацией советского общества и с начавшимся процессом децентрализации управления государством. Необходимо заметить, что переход от единой системы советов к системе органов местного самоуправления был постепенным и на практике еще не завершился. Важнейшим этапом в развитии местного самоуправления стало принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году, где была закреплена классическая, идеальная его модель, реализовать которую будет достаточно сложно, хотя к этому необходимо стремиться. Становление институциональных форм местного самоуправления продолжается в Российской Федерации более 10 лет и сопровождается активным накоплением опыта по проблемам местного самоуправления, который нуждается в гражданском осмыслении. Поэтому особую актуальность приобретают комплексные междисциплинарные исследования, направленные на поиск территорико-правовой основы местного самоуправления и осмысление его социально-политической сущности. Иными словами, граждане должны понимать, что их активность, что их участие в делах своего города или села – важная часть жизни государства. Важна составляющая связи между властью и народом. Создание основ эффективного функционирования местного самоуправления способствует децентрализации власти и укреплению основ правового государства. Позволяет превратить систему управления в наиболее пригодную к обеспечению интересов населения на местах, с учетом исторических, этнических и иных традиций. Поэтому изучение путей развития местного самоуправления, как жизнеспособного уровня власти, остается задачей большей политической актуальности. Для России становление местного самоуправления неразрывно связано с федерализмом, учетом местных особенностей республик, краев и областей. Развитие федеративных отношений во многом зависит от того, какое место в реализации конституционно закрепленной власти многонационального народа России займет местное самоуправление в каждом из субъектов федерации. Вместе с тем, ее регионы отличаются друг от друга своими природно-географическими, национально-этническими, религиозно-культовыми и другими условиями. Вполне естественно, что самоуправление в республиках Северного Кавказа не может быть идентичным самоуправлением в центральных областях России. В России местное самоуправление действует на уровне муниципальных образований. К ним относятся районы, города, городские округа, поселки, села, деревни и так далее. В других странах единицы местного самоуправления могут называться другие территориальные кусочки этих государств. Например, округа Великобритании, графство в США, хотя там нет графов, но графство есть. Коммуны во Франции, кантоны в Швейцарии, уезды в Китае и многие другие единицы территориальной организации страны. Укрепление российского федерализма, основанного на демократических началах, стало насущной проблемой, требующей достаточно гибкой и дальновидной политики, учитывающей долговременные, стратегические, текущие потребности, интересы всех составных частей единого государства. Успешное решение проблемы становления системы местного самоуправления связано с научными исследованиями, поскольку вопрос о сущности местного самоуправления, его роли в государственном устройстве, во взаимоотношениях с государственной властью в целом продолжает оставаться дискуссионным. Поэтому исследования региональных особенностей становления местного самоуправления Самоуправление и определение общенациональных характеристик данного процесса представляются весьма актуальными задачами. Возникшие в ходе становления местного самоуправления проблемы требуют глубокого осмысления и научного анализа, что в конечном итоге определяет гражданскую дискуссию, которая представляет одну из исследованных особенностей тенденции проблем становления местного самоуправления в Республике Дагестан, в субъекте Российской Федерации, которая традиционно отличалась организационной системой управления местными делами. Становление системы местного самоуправления в России происходит не на пустом месте. Примечательны в этом отношения и опыт Дагестана, где формы самоуправления населения складывались и развивались столетиями. Взять, к примеру, такие формы местного самоуправления, как сельские общины. В широком понимании общины или джамааты – это совокупность всего взрослого населения сельской общины, одной из главных составляющих самоуправления в узком народное собрании. Джамат состоял из нескольких тухумов от трех до десяти, коллективов фамильного типа, ведущих счет по отцовской линии, и представлял собой автономное административное образование. Каждый джамат имел свои местные органы власти и управления. Высшей властью на местах было народное собрание. Оно созывалось не реже одного раза в год или при чрезвычайных обстоятельствах. В собраниях участвовали все полноправные члены общины – мужская часть. Обсуждались вопросы внутренней жизни и взаимоотношения с соседними джаматами. На собрании полагалось являться без оружия. Вели его авторитетнейшие и старейшин. Решения принимались большинством голосов. Голосование было открытое путем поднятия указательного пальца правой руки. В некоторых местах несогласные с принимаемым решением покидали собрание. Каковы способы осуществления местного самоуправления? Как можно населению самому решить свои вопросы? Во-первых, путем местных выборов, когда население выбирает себе местных депутатов или местного главу администрации, который будет эти вопросы решать. Во-вторых, местные референдумы. Это голосование местных жителей по вопросам местного значения. Например, по вопросам границ между муниципальными образованиями. Если она спорна, то это решается путем местного референдума или названий местных географических пунктов. Могут решаться вопросы и на сходе жителей. Этот способ решения вопросов, конечно, не может применяться на уровне всего государства. Нельзя собрать вместе, допустим, 140 миллионов граждан России. Но вот собрать вместе несколько тысяч селян или жителей городского округа вполне возможно. И они общим голосованием решат необходимый вопрос. Между собраниями управления Джамаатом осуществлял выборный орган Совет Старейшин. Членами Совета Старейшин выдвигались от каждого тухого мужчина не моложе 40-45 лет. Между собраниями Совет имел практически все верховные полномочия и заменял собой народное собрание. Постоянно действующим исполнительным органом, должностным лицом Джамаата был старшина, который избирался народным собранием или назначался Советом Старейшин. У каждого народа он назывался по-разному – лаварцев, беговул, ударгинцев, шилахалати, лизгин, аксакал, табасаранцев, кевха. Выборы проводились на основе сельских аульских кварталов или тухумов, что позволяло учитывать мнение, интересы всех групп населения. Одновременно тухумы выступали в роли противовесов при принятии решений, которые становились морально обязательными для всех. Так, в селении Ругуджа беговул выбирал от 12 тухумов. Ругуджинский джамат выставлял по одной кандидатуре от каждого тухума. Беговулом избирался тот, кто на собрании получал наибольшее количество голосов. Когда подсчет голосов чем-то затруднялся или получалось равное количество голосов, бросали жребий. Для этого готовились деревянные круглые шары, на которых писали имена кандидатов. Шары и косточки из папахи доставал маленький ребенок. Вот так было организовано управление в селении Апсиях в 1703 году. Население само выбирало чиновников. Управленческая администрация состояла из нишеперечисленных должностей. Председатель сельского управления, управляющий казны, председатель суда, начальник, начальник полиции, секретарь управления, начальник тюрьмы, начальник ночного дозора, начальник дневного дозора, духовное лицо по арабскому языку, учитель русского языка, духовное лицо по персидскому языку. В селе дружно жили представители различных народностей. Местное самоуправление Не входит в систему органов государственной власти, а значит, последние не могут давать обязательных указаний муниципальным органам. В самом деле, ведь местное население наверняка лучше разбирается в своих проблемах и сможет найти лучшие пути их разрешения. Следовательно, вполне допустимо власть местного самоуправления назвать четвертой властью, существующей в нашем обществе. Однако такое положение отнюдь не означает, что местное самоуправление – это государство в государстве, что оно абсолютно отделено от государства. Дело в том, что Российская Федерация и ее субъекты обладают определенными правами по отношению к местному самоуправлению. К их совместному ведению относится установление общих принципов организации местного самоуправления, Что выражается в принятии законов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении, где четко определяется круг вопросов местного значения, самостоятельно решаемых муниципальными органами. В общих чертах устанавливаются территориальные, организационные, экономические основы местного самоуправления, его полномочия, а также гарантии и ответственности. Еще одна классификация политического участия по роли человека в политике. Он может быть рядовым членом общества, может быть членом политической организации, рядовым членом партии или политического движения, может быть профессиональным политиком, то есть человеком, который постоянно этим занимается. Наконец, высшая политическая роль – это политический лидер, который не просто занимается политикой, а направляет ее, определяет ход всей политики, всего развития политической сферы в обществе. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. В городских, сельских поселениях, сельских округах, в овостях, сельсоветах, районах, в городах. Эти территории называются муниципальными образованиями, границы которых устанавливаются и изменяются органам государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом мнения населения соответствующих территорий. В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства федеральным законом на отдельных территориях может быть ограничено право граждан на осуществление местного самоуправления. Компетенция местного самоуправления к вопросам местного значения относятся в вопросе непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, муниципального образования, отнесенный к таковым уставам муниципального образования в соответствии с Конституцией, законами субъектов Российской Федерации. Ну а на этом, пожалуй, все. Вы смотрели 32 выпуск проекта «Угол зрения» и вел его я, Магомед Тагер Муртазалеев. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова